Житель Казани подал в суд из-за блокировки доступа к странице Мениханова. Республика Татарстан. Житель Казани подал в суд из-за блокировки доступа к странице Мениханова 16 часов 53 минуты. Знак авторского права РИА Новости. Рамиль Сиддиков, президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. Знак авторского права РИА Новости, Рамиль Сиддиков, президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Архивное фото Казань, 19 декабря РИА Новости. Страница Рустама Миниханова в социальных сетях, согласно законодательству, не является официальными источниками информации о работе президента Татарстана, и доступ к ним может быть ограничен по его желанию, сообщила РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы главы Республики Лилия Галимова, комментируя обращение в суд с иском жителя Казани, которому заблокировали доступ. Житель Казани Андрей Бояршинов накануне подал иск в суд к Миниханову о признании действий высшего должностного лица Республики незаконными после того, как обнаружил, что ему закрыт доступ к официальной странице президента Татарстана в социальной сети ВКонтакте. 14 июля 2017 года, 11 часов 27 минут интернет массовое оружие граждан. И с ним надо учиться обращаться в исковом заявлении Бояршинова отмечается, что на официальном сайте президента Татарстана во вкладке обращения граждан, контакты указана ссылка на официальную и верифицированную страницу Миниханова в социальной сети ВКонтакте. По мнению истца, он не имеет доступ к указанным сетевым реквизитам, на которых размещается информация о деятельности государственного органа и по которым осуществляется прием обращений граждан, по причине блокировки доступа ответчикам. Указанная блокировка, как указано в иске, направлена на ограничение права истца на обращение в государственный орган и получение информации о деятельности государственного органа. В Кировском районном суде Казани РИА новости сообщили, что данное административное исковое заявление в суд поступило, но пока не принято к производству. Согласно федеральному закону об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, для размещения информации о своей деятельности они используют сеть интернет, в которой создают официальные сайты с указанием адресов электронной почты, по которым пользователям информации может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация. На официальном сайте президента республики Татарстан в качестве такого адреса указан е. Mail.vp. Artatatabro. Сказала Галимова. 5 октября, 14 часов 30 минут кузбасские полицейские поймали автоугонщика по комментарию в соцсети Кроме того, по ее информации, для обращения и получения ответа по интересующим вопросам можно воспользоваться размещенной на сайте электронной формой для отправки писем в адрес президента Татарстана. Все требования федерального закона к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления выполнены. В законодательстве отсутствует указание на то, что страницы в социальных сетях являются официальными источниками вышеуказанной информации, подчеркнула Галимова. Она добавила, что страницы президента Татарстана в соцсетях являются его персональными страницами как частного лица, а не страницами руководителей республики и согласно закону об информации о информационных технологиях и о защите информации, обладатель информации вправе разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого доступа. Субтитры создавал DimaTorzok